Друзья, буду с вами откровенен. У меня есть несколько секретов, о которых я вам раньше не рассказывал. Понимаете, друзья, я Гиппократ. Я создаю все эти видео, говоря вам о том, что не надо носить. Но если вы осмотрите мой гардероб, то найдете там несколько таких вещей. О каких таких вещах идет речь? Какие правила стиля я нарушаю? Друзья, это тема сегодняшнего видео. Итак, первый предмет повергнет вас в шок. Да, друзья, у меня есть кроксы. Перед тем, как вы подожжете экран, выслушайте. Пару лет назад мне их вручили как подарок. Я фанат ковбоев. Стадион, где они играют где-то в часе езды. Что могу сказать об этой местности? Люди там любят пушки и своих зеленых пакерсов. И я подумал, что мне надо сделать вид, что я тоже фанат пакерсов. Так что я начал носить такие кроксы по дому. Сначала, как ради смеха. И один раз я вышел в них на улицу, когда было мокро. И вот что я понял, что кроксы – это отличная обувь, чтобы ходить по утрам у себя во дворе после дождя. Их легко помыть. Суть в том, что я их сохранил как часть своей маскировки. Они помогли мне раствориться в толпе висконсинсов, несмотря на то, что я техасец. Говоря о Техасе, я выпускник Техасского университета. У меня степень магистра и в 2005 году я был там, когда они выиграли национальный чемпионат. Я купил себе эту кепку и она напоминает мне о том времени. Я вообще редко ее надеваю. В принципе, я ее не ношу. Только иногда, когда мы с друзьями собираемся посмотреть какой-нибудь матч, то я ее надеваю. Вернемся к обуви. Здесь в Висконсине очень много озер. Мне нужно что-то такое очень простое, чтобы надеть, снять и не волноваться, если я потеряю эту обувь. Поэтому у меня есть эти сандали. Естественно, я не надеваю их с носками. Они вообще прошли через многое и я по-прежнему хожу в них. Почему? Да потому что мне все равно, что они могут порваться или еще чего. Это расходники. Думаю, у каждого мужчины должны быть пара таких вот сандалий, которых не жалко. Ну, я еще взял себе пару таких вот кинз. Потому что я хочу отправиться на рафтинг. Ох, какие же они страшные. Но знаете что, они очень функциональные. Думаю, в этом вся суть. Каждый раз, когда вы покупаете себе что-либо, стиль это прекрасно, но сперва стоит посмотреть на функциональность. И да, друзья, это не первая моя пара кинз. Вот эти ботинки у меня, наверное, уже лет восемь. Скажу, что это замечательные ботинки для снега. У нас тут вообще очень часто такая погода. Когда снег, он как бы и не снег. Что-то такое мокрое и слякотное. И вот такая масса высотой в 12 см лежит на земле. А пройти-то надо, поэтому мне они и нравятся. Я надеваю их и иду расчищать снег. Они отлично себя ведут, быстро сохнут и до сих пор еще не пахнут тухлятиной. Поэтому я их еще и держу. Давайте расскажу вам о своей яркой желтой куртке. Я купил ее сразу после колледжа. Это почти 20 лет назад. Скажу, что я оставил эту куртку, потому что она функциональна. Если посмотреть на мои старые фото, то я ходил в ней каждый день. Когда я поехал в Украину, то я в ней встретил свою жену. Она была в шоке от того, что я носил такую яркую куртку. Потому что в Украине все ходили в черных кожанках. Я выделялся очень сильно. Как бы я не рекомендовал вам иметь такую куртку на каждый день. Но знаете, это отличная куртка для гор. Поэтому я ее оставил. Она хорошо защищает от ветра, от воды. И она хорошо держит тепло. Где же я держу эту куртку сегодня? Она лежит в моем грузовике. Я ее храню как куртку для чрезвычайной ситуации. Так что это шикарная куртка, которая со мной уже 20 лет. И да, господа, у меня есть барсетка. Особенно во время путешествий, когда мне надо следить за документами и паспортами для шести людей. В общем, все эти вещи, которые надо постоянно доставать и складывать на место, и они не помещаются в карман. Я обожаю иметь при себе вот такую вот сумку, которая на мне 24 на 7. Она небольшая и очень компактная. Отличная вещь. Далее у меня есть моя командная футболка. Как думаете, что это за команда? Я ее взял себе во время заграничной поездки. Что мне в ней нравится, это то, что она очень мягкая. Иногда я хожу в ней на тренировку. Но иногда я в ней хожу, пусть это и не день соревнований. Просто она мне нравится. Ну что сказать. Пусть и не часто это бывает, но у меня есть гоночная майка. Потому что я все еще надеюсь, что в один день я начну больше кататься на велосипеде. Я купил ее вместе со всеми причиндалами для велоспорта. Потому что думал реально заняться велоспортом. Буду честным, этим летом я вообще ни разу не сел на велик. Так что эта майка лежит у меня рядом с носками и постоянно напоминает мне. Антонио, усади свой зад на велосипед и крути педали. Так что я знаю, в один день я ее надену и кто-то обязательно сделает фотографию и она появится в инстаграме или еще где. Далее, друзья, я люблю забавные труселя. У меня есть трусы с человеком-пряником, с пиццей, с пингвинами и пандами. Зачем они мне? Мне нравится шутить над своими детишками и ставить их в неловкое положение, когда к ним с ночевкой приходят друзья. Я хожу по дому в таких. И давайте рассмотрим кричащие рубашки. Я вообще обожаю красивые яркие рубашки. Я видел в комментариях от вас. Антонио, о чем ты думал, когда надевал такую рубашку? Разве так можно? Я думаю, что вполне. Но насчет такой рубашки скажу только одно. Ее спокойно можно надевать, если вы можете выдержать остальную часть снаряда. Одноцветные пиджаки-брюки. Рубашка будет говорить сама за себя. К ней не надо галстука. Конечно, это не для всех, но я нахожу ее вполне нормальной. Мне говорят комплименты, и она помогает мне выделяться. Далее у нас идут спортивные очки. Зачем мне такие очки? Ну, потому что я участвую в различных турнирах и хочу, чтобы у меня был отличный обзор. Так что, когда у вас есть такие очки, то вы избавляетесь от бликов. Вам будет гораздо проще смотреть на воду во время рыбалки или во время охоты. И, конечно, Панама. Она уродлива, как бы с такой шляпой комплиментов не получишь. Но знаете что? Невероятно функциональная вещь. Она защищает от солнца лицо и шею. Если вдруг пойдет дождь, то вода не попадет мне в глаза. Мне нравятся такие шляпы. И да, у меня с собой их нет, но у меня есть пара шорт с большими карманами. Они мне нужны, если я, например, пошел в поход или работаю на улице. Мне нравится, когда у меня есть пара больших карманов для всякой всячины. Даже бутылка воды поместится. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.